Привет, ребята! Новый влог, новый день. Я просто в шоке с того, что в последнее время у меня столько разных дел появилось и столько работы. Я просто, честно говоря, даже не понимаю, как это работает. То как-то всё тихо, спокойно, но у меня так по жизни тихо, спокойно, а потом в один момент всё просто. Короче, сегодня мы будем тусить вместе с Кариной. Я с ней специально не виделась достаточно долго, чтобы избежать вариантов с заражением. Почему я с ней вижусь? Во-первых, у неё отрицательный тест, у её брата тоже. И я такая думаю, ну а чё, мы теперь всё, больше не будем никогда видеться. У меня нет страха заболеть, потому что всё равно, так или иначе, все мы этим переболеем. Я в этом не сомневаюсь. И типа шугаться, теперь сидеть дома, ну как бы тоже не вижу в этом смысла. Просто если ты реально болеешь, тебе очень плохо, то сиди дома. Я не пересекалась с Кариной, как приехал Карен, поэтому у меня нет сомнений, что ну как бы я чиста. Хотя, с другой стороны, я могла где-то на улице с кем-то случайно там плечами столкнуться, и у этого человека может корона, да, и как бы у меня нет симптомов, допустим. То есть, не знаю, но я не болею, слава богу, и не хочу. Сейчас за мной заедет Карина, мы поедем покушаем братья Крываева. Я безумно хочу кушать, мне нужно поесть, потом выпить свои таблетки. Жесть. Нарядилась во всё светлое, мы с ней хотим сделать пару фоточек. Я, конечно, безумно расстроена из-за погоды, потому что мне даже не верится, что типа лето, а я хожу в осенних вещах. И Карина мне говорит, типа, что ты в Турцию не поедешь, сейчас же открыта граница. Я тут недавно посмотрела, как люди в Турции сейчас отдыхают. Там нет еды, ну нет, вообще она есть, но она вся в боксах, какая-то фигня, ещё что-то. Я не хочу такое, я хочу... Вот я лучше пока в Москве, я потусуюсь в Москве, поработаю, поснимаю, что-то придумываю, не знаю. А потом уже, когда всё будет классно, я возьмусь с кайфом, поеду отдыхать, чтобы все мои любимые блюда были на столе, скажем так, той же в Турции. Но вообще я планирую поехать в Грузию, как только всё откроется, поэтому... Поэтому вот. Кстати, что самое удивительное, мне уже сейчас поступают предложения о каких-то блог-турах на сентябрь-октябрь. Как всегда слушает Мияги. Так, заехали в Братья, я безумно хочу есть. Карина тоже взяла себе бутер. Бутер, индейка, яйцо перестали делать, делают только индейка, хотя там всё равно есть яйцо. И, кстати, очень даже вкусный бутер. Да, у меня капучино. Ещё, прикиньте, я забыла деньги дома. Я сегодня перекладывала вещи из одной сумки в другую и забыла свой этот картридер. Я хочу накрасить губы, потому что только что кушали, и мои губы выглядят не очень весело. Хочется добавить яркости, контраста. Да, мне тоже надо. Красья девочек мою. Кстати, мы с Кариной в одинаковых штуках. Штуках? Тренчах. Да, мы такие подружки. Студия 29. Ага, обожаю этот тренч. Вчера одна девочка-блогерша привела мой инстаграм в пример, как, типа, отстойный инстаграм в плане того, что он, типа, с обработкой какой-то. И такая сама пишет, вот, намного лучше фотки, где просто, ну, типа, контраст подкрутил, и, типа, ну, короче, яркость добавила всё. И я думаю, господи, девочка! Она обсирает мой профиль, хотя у неё вообще настолько он не лучше. Нормально. Блин, не знаю, просто сам факт, у тебя-то по факту нету прям эффекта яркого. Да, в том-то и дело, что она как бы обсирает пресеты, хотя у меня настолько минимально обработки на фотках, что даже у неё, наверное, её больше. Реально, на вкус и цвет товара ещё нет, поэтому пофиг, что там кто думает, главное, что мы знаем. Просто я никогда не понимаю, зачем, ну, чьё-то какое-то дело, скажем так, обсирать. Инстаграм мой зачем трогать? Ну, не нравится, так скажи, просто не нравится. Она там какую-то оценку поставила. Не, меня это не трогает, мне вообще пофиг, это просто как тема для разговора, чтобы с вами обсудить. Я же понимаю, что не могу я всем нравиться. Как тебе мои броди? Хочешь такие же? У меня такие же. Нет, у тебя не такие же. Ну, сейчас уже, да, прям много времени прошло. У меня же такие делают. Да? Ну, я рада, что тебе наконец-то сделали более... Прям сильно, да. Потому что я обычно, ну, как бы думаю так, что сейчас мне сделают ламинирование, как сделают, так они у меня и застынут навсегда. Я говорю, сильно меня не поднимаете. Но в итоге, я говорю, прям наверх. Ну, возможно, это даже немножко перебор, но мне нравится. Я тоже так не рада. Че, куда поедем, братка? Домой. Какой? В смысле домой? Шучу. Я что, выряжалась? Я не стала брать какие-то луки в одном буду. Просто хочется новых фоточек. А то у меня действительно, Карина права, у меня очень много фоток. Последнее время было на фотик, фотосессий. И из-за этого немножко инстаграм стал менее целостным, скажем так. Поэтому надо, надо. Поэтому поедем делать фотки на телефон. В общем, буквально вчера, ну, мы увидели сегодня эту новость в ВПШ, еще Лере Любарской сделали предложение. И мы, короче, начали обсуждать тему. Просто предложение ей сделали на свадьбе. Ну, не ее, а ее друзей. И я не вижу в этом ничего плохого. Нет, я очень за нее рада. Правда, искренне вот поздравляю. Я думаю, что вообще не важно, где, как и что. Как бы если вы любите друг друга, это самое главное. Просто лично, ну, для меня, мне бы хотелось, чтобы мне предложение не на чьей-то свадьбе делали. Не то, что это плохо, но мы уже как-то эту тему с Кариной поднимали. Что я бы, ну, никогда не хотела, чтобы на свадьбе Карины, например, мне сделали предложение. Просто мне даже писали такие комменты, типа, надеюсь, Слава не дурак, и, типа, сделает предложение, типа, Юля на свадьбе Карины. И я на это ответила, что, не дай бог, ну, реально, я этого не хочу. Я хочу, чтобы этот день в моей памяти оставался отдельным днем, а не днем свадьбы моих друзей. Ну, то есть, это просто мое, но я понимаю, что, ну, как бы, для кого-то это вообще пофиг, не важно, главное, что вот сделай-сделай, в любом случае эффект неожиданности, еще что-то. Это прикольно. И просто мы тут с Кариной начали говорить по поводу букетов. Типа, я вспомнила, какой-то видос в интернете был, где несколько девушек ловят букет, ну, стоят, чтобы поймать, а одна стоит с шампанским в углу и, типа, даже не парится. И я говорю, Карине, то, что это чисто я. Я просто настолько не люблю вот эту тему, стоять и бороться за букет, нападать на кого-то. Не знаю. Знаешь, мне кажется, просто девочки, которые вот так могут, грубо говоря, играть желание, что они хотят поймать, они либо хорошие актрисы, либо просто супер такие общительные зажигалочки. Ну, да. Либо они просто выпили хорошо так, и поэтому им, ну, как-то не неловко это делать. Я такая же, как ты, в принципе, я люблю постоять, да, то есть я могу встать, где ловят букеты, но я при этом буду аккуратно вот так ручки поднимать. Если в мои руки не прилетел букет, я так уже стояла, то я не буду вот так вот как-то, вот так вот, вот так вот, типа, я не знаю, мне это стыдно. Мне просто, что, типа, я готова стоять и, как бы, может, даже подпрыгнуть, если я точно поймаю. А поймаю ли я точно, неизвестно никому. А, типа, стоять, стараться, прыгать, пытаться поймать этот букет, как будто бы вот как я его поймаю, так мне сразу сделают предложение. Я не хочу. Я буду чувствовать себя глупой, типа, какой-то девочкой, которая пытается... Нет, ну, как бы, это норм, но я просто про свои ощущения говорю, что я буду себя так чувствовать. А я, знаешь, что просто переживаю? То, что, типа, все увидят на всех видео, и будет такое ощущение, как будто это просто цель моей жизни поймать этот букет, а по факту там поймать его какая-то девочка, которая чуть-чуть ближе стояла. Блин, бедная Карина, так хотела поймать. Или не хочет. Или бедная Юля, так ее жалко. Ну, да. А ты куда ехала? Сюда, что ли? Да. Ты реально сюда ехала? Да. В общем, видите, как... Ой, дай боже, сейчас припаркую с первого раза, господи. Прости. Молодец, брат! Там ревели горы, мама. Баба за рулем еще как вам покажет, какая она классная, ясно? Всегда боюсь парковаться, когда параллельная парковка, и сзади меня куча машин ждут, пока я припаркуюсь, потому что ощущение, что они там, типа, в клубе. Баба за рулем, наверное, так долго паркуется. Нет, мне кажется, нет. Так, мы рады, что я с первого раза встала. Сладьба, короче. Да. В общем, я не знаю, как я буду вести себя на свадьбе Карины, но мне кажется, что... Не знаю. Не знаю, мне кажется, вряд ли я захочу прям пытаться поймать букет. Смотри, сколько ты выпьешь. Хотя неважно, сколько ты выпьешь, ты будешь в стороне еще пить. Ну да, я хочу, чтобы был такой смесной видос. У меня сейчас в Инстаграме началась тема темы. Я начала немножко интегрировать в Инстаграм свою рубрику «Тему», потому что, ну, на канале она у меня не так часто выходит, и понятное дело, что почему бы и нет. В Инстаграм мне тоже часто пишут какие-то истории, вот. Но основная у нас, конечно, все-таки на Ютьюбе, как целая рубрика, да. Но в Инстаграме тоже прикольно для развлечения какого-то иногда почитать такие постики. Вот. Ну, еще из-за того, что, на самом деле, огромное количество писем у меня на почте еще даже не прочитанных, потому что они каждый день приходят, я вот... Я в шоке. Я стараюсь читать, какие-то помечаю сразу для себя, которые я хочу в следующие выпуски вставить, да. Но все равно не все я могу вставить, понятное дело. И поэтому мне хочется как-то их еще в Инстаграм тоже интегрировать, потому что на все не ответишь на Ютьюбе, да. И можно иногда что-то читать в Инстаграме. Короче, не знаю, как вам такая идея, но в Инстаграме оценили эту идею и написали, типа, да, прикольно, давай. Поэтому вот сегодня уже второй день, как я, ну, так, активно отвечаю на всякие такие вопросики. Поэтому кому интересно, обязательно подпишитесь на мой Инстаграм. А мы сейчас пойдем фоткаться. Вот когда в шубах мы с тобой ходили, я чувствовала себя странно в одинаковых. А сейчас мы в одинаковых тоже куртках, ну, тренчах идем. И ты не чувствуешь себя странно. Ну да, потому что шубы как будто тебя привлекают внимание жестко, а это обычная, типа, ну не знаю, пальто, тренч. Это типа, знаешь, мы настолько подружки, что мы хотели родиться близняшками, чтобы нас одинаково мама одевала. Но такого не произошло, поэтому мы сами решили. Как к тебе эти идеи приходят? По шелчку, брат. В общем, я просто счастлива гулять со своей небольной коронавирусом подружкой, потому что мы очень давно не виделись. Во-первых, потому что я ждала, когда она получит свой тест. А во-вторых, потому что у Карины появилась ассистентка, помощница и... Я и вной. Я и стрелку забиваю. Да ладно, я очень рада за Карину, что она нашла человечка себе такого, который ей по духу подходит, по идеям, желаниям. Мне она понравится. Ну, кстати, она и тебя смотрит. Да? Всё, она мне уже нравится, брат. Да ладно, не знаю. Да, конечно, понравится, если вы с ней не так часто будете видеться. А то начинается, я Карину зову гулять. Он говорит, ой, прости, я сегодня с Катей. Блин, мы же работаем с Катей. Я понимаю, но почему ты не можешь работать со мной? Потому что ты не можешь уделять ни 100% своего времени и только мои дела делать. Хорошо, понятно. Но мне ты не платишь. Да, поэтому мне нужно... Время и просто так. Ну да, и помогаешь мне тоже. Когда мне нужна помощь, я ценю. Хотела рассказать, что я никогда в сторис обычно не прошу реакции. Но тут, короче, решила вообще посмотреть на... Ну, у меня обычно и так хорошо реакции набирают. Ну, как я думала, да? У меня и так обычно реагируют на сторис. Но когда я сказала, типа, делайте реакцию, чтобы мы с Кариной, в общем, начали вместе отвечать на вопросики по поводу отношений, я в шоке. Просто в шоке с того, сколько там просто тысяч реакций. Я не ожидала такого, реально. Я расскажу, что у меня классная маска. Это я уже видела. Я расскажу, что мне нравится ходить пешком. Я поэтому очень скучала. И как только запирают тебя дома, реально, ты такой, я хочу 20 километров пройти. Да, еще бы. Но при этом до этого я особо не ходила. Вот, а сейчас дома посидела немножко и прямо захотелось. Я рада, что ты тоже хочешь гулять. Конечно, я хочу гулять. Извини меня. Я как подумаю о том, что скоро нас всех опять закроют, я хочу просто в 6 утра выходить гулять. И так по кругу, и спать на улице, чтобы снова потом гулять. Ну, короче, реально, мне так не хочется этого, но не знаю. Напишите в комменты, что вы думаете, закроют нас опять не закроют, а то много разных сплетен ходит. Да, сейчас вот эта любимая 20 сентября закроют, братка. Ну, это как будто бы в WhatsApp кто-то написал мне все, и пошло-поехало. Мне кажется, что нельзя предсказать это вплоть до числа. Может быть, реально будет в сентябре какая-то лажа, но не знаю. Но мне кажется, это так жестко для нашей страны будет, если опять всех закроют. И так столько людей потеряли работы, бизнесы, столько всего закрылось. И если сейчас опять это повторится, я даже не представляю вообще. Кстати, расскажу вам здесь тоже такая дичь про этот... И тебе тоже расскажу про вакцину. Просто дичь. Во-первых, это вчера... Короче, папа мне показывал видео. Сачал? Не-не-не. Это там другое вообще. То ли французские какие-то ученые, то ли еще кто-то. Не знаю, не помню. И там с переводом типа было на русский. В общем, рассказывали про вакцины, которые делали от других гриппов. Еще там типа в 2004 году, там в 5, 6, 7, 8, 12, 13 тоже были же разные болезни. И коронавирус тоже какой-то был. И, короче, сделали вакцину. И ее сначала испытывали на каких-то крысах то ли или что-то такое. И, в общем, эта вакцина сначала помогла, а потом они заново заразили это животное, и оно сразу умерло. И были такие случаи, когда сразу же вакцину на 100 детей, короче, использовали, прикинь. А эту же? Ну, не эту же, а какую-то опять от какой-то болезни. С таким же путем делали. Использовали на 100 детей. Их заново, короче, заразили этим вирусом. И там очень много детей погибло, прикинь. Это вот я слышала, что типа люди, которые использовали вакцину, повторно заболели еще сильнее, чем люди, которые не использовали вакцину. Я ничего не знаю, но вот если вам интересно мое мнение по поводу вакцины, я максимально ничего не хочу, какие-то там вакцины. Потому что это вообще неизведанное, непонятное. Я не понимаю, как ее можно сделать так быстро. Там были какие-то тоже слова о том, что уже совсем скоро начнут нам вакцины. давать еще что-то. Я вот прям... Нет, не предлагайте. Потому что я не знаю, что будет. Вакцину нужно испытывать много лет. Как минимум, типа, 3-5 лет. Потому что непонятно, сейчас мне дадут. А что дальше? Мне нравится. А через год? Мне тоже есть честно сказать. Я смотрела видео... Ты договорила? Да, да. Я смотрела видео Руслана Усачева, в котором он как раз рассказывает про именно нашу вакцину от коронавируса, который Россия предлагает. Типа, знаешь, да, что они разработали? Ну и что еще? Путин такой говорит, типа, у нас все готово уже. Там я даже на своей дочке испытывал. Я такая, ха-ха. Вот. Суть в том, что, говорит Руслан, мол, есть три этапа проверки вакцинации. Сначала там на... Животных? Нет. Ну, короче, сначала на желающих. Потом, типа, берут прям очень много людей, там сто, а потом, типа, тысячу, две тысячи из разных возрастов, групп, раз и так далее. Он говорит, что третий вариант, скорее всего, полностью вообще пропущен. И говорит так же, что... Что он, блин, что он сказал? Что ты сказал? Короче, говорит, что это максимально... Опасно? Короче, тестирование было сделано максимально плохо, тупо и незакончено. И поэтому никакие другие страны не возьмут у нас нашу вакцину. И поэтому, типа, в ней по факту нет смысла, потому что она не будет работать для других стран, а для нас, скорее всего, она тоже не будет работать, потому что она фигня полная. Но я не знаю точно. Просто я, короче, забыла напрочь, что говорил Руслан, но кому интересно, посмотрите. Потому что он там... Он прямо из сайта прикладывал доказательства, типа, какой результат был у вакцины. Что, типа, не для всех он хорошо сработал, что-то такое, знаете, было. Ну вот о чем я тоже говорю, что это опасно. Это нужно, ну, лет пять точно смотреть на людей, которые приняли эту вакцину. Потому что вот я ее сейчас выпью, а что со мной дальше будет? Никто не знает. А потом через несколько лет я кони двину, и мне никто не скажет, что это от вакцины. Нет, скажут, сама померла. Ну, я не знаю, я не пропагандирую, я ничего не знаю, каждый сам решает. Ребята, мы идем в Советский Союз, как думала Карина. Ну, реально очень. По Советскому Союзному. Такое тут прям пугает меня. Гляньте. На, смотри в Советском Союзе. Давай. Это машина времени путешествия. Тут даже звезды бой. Тут должны быть такие фотки стрёмные, знаешь, чтобы потом тень перерисовать, как будто бы там призрак. Или хочется здесь смазанные фотки. Типа, знаешь, такие? Да, беги от меня. Как делаются самые модные фотки. Ну-ка, посмотри, что получилось. Всё, стой, стой. О, неплохо. Совет Юнион. Ну, нету фотки. Такое, чтобы я такая, блин. Да. Ну, нет, такой тут, чувак. Ну, реально, тут надо такую фотку. Типа, ты стоишь, позируешь, а потом там призрак, типа, сзади. Понял? И все эти фотки газеты берут и пишут. О, вы видели эту фотографию? Нашли старую советскую фотографию одной. Да-да-да. Юный блогерщик. В общем, мы сейчас выйдем к фонтанчикам. Знаете, я Корине говорю, это типа такое вот прям реально наше детство, где мы сейчас будем гулять. Как в детстве. Вау! Мы можем ещё там погулять, в цветочках. Правда, зелень, но прикольно. Я готова уходить, брат. Короче говоря, Карина застряла у фонтанов, хотя туда не хотела даже идти. Кстати, мне очень жарко сейчас в этом тренче. Вот тут хороший свет. Надеюсь, она меня не потеряет и не будет плакать. Но очков реально не хватает. Жарко. Я здесь, не бойся. Давай с другой стороны. Отсюда свет плохой. Надо оттуда, потому что вот так хороший свет, а туда не очень. Растит. Кто не понял, мы только что фоткались, и фотки уже скоро можете увидеть у нас в инстаграме, обязательно поставьте лайки, вот так вот мы и фоткаемся, просто облокотили сюда телефон, поставили таймер и вместе фоткались, так мы и фоткаемся обычно, кушать буду чизбургер и Литтен пить, мы тут уже как-то так тусили зимой только, да? Да, надеюсь вкусы, оценка Нормально А из десяти Ну восьмёрга Просто я не очень голодная А я в Абу-Даби, знаешь, была, можно сказать, интересно Там в мечети есть место, где люди на протяжении, по-моему, двадцати лет, круглосуточно, около захоронения какого-то очень важного их человека, не помню точно кого, читают молитвы, читают Коран То есть постоянно читают, закончили, читают заново Ну, меняются, понятное дело, но прикинь, каково это Постоянно читать, ну, наверное, им нормально Потому что их каранты Не знаю, но мне так жалко Вот Стоять Да, стоять на солнце, не двигаясь, пот течёт, это очень жёстко А по факту, ну, зачем? Знаешь, что интересно? Красиво, да, но это очень жёстко Вот они стоят, а если сюда кто-нибудь пойдёт Вот прям по этой лестнице возьмёт, перешагнет, поймёт Они будут так же стоять? Давай, попробуй Да не-е-е Ну, по-братски Перелезь в заборчик, моя хорошая Пойдём, братка Опасности нет Ну, о! Это что значит? Смена караула? Мы с Юлей поняли, что мы часто бываем на красной Но практически никогда не заходим вот сюда, где Ну, вот этот огонь Где вот этот вечный огонь Где она, по-моему, она? И дальше не идём вот туда А мне кажется, очень зря Правда, у меня парковка Не могла Карина идти парковку за 150 рублей? Она у меня стоит 400 рублей в час Я вообще в шоке Я за мной не поняла Слушай, я думала, мы мало погуляем Но я не хочу прирубать наше с тобой гуляние Потому что мне так кайф Я хочу, чтобы ты позвонила мне И увидела, какой у меня звонок На меня? Нет, нет, на любого человека Я уже сказала Просто в другой обработке Скажи круто! Если я не буду брать трубку, извини Я слушаю эту песню Гадай, сколько стоит? 500 22 рубля А что, я дура, что ли, такие деньги давать? Ну, слушай, твоя любимая песня Можешь Бай Клип не снимаешь, да сранка Ну что, нагулялась? Нет Хороша жизнь Надо наслаждаться теплыми деньками Скоро все закончится Да, еще месяц мы кайфуем А потом начинается лютьят Дожди Серые будни Опять ходкается в студии только Фу Блин, мне надо переехать На, хотя бы на зиму Не хочу Как вспомню Мы уже далеко идем Лучше сейчас не вернемся Так вернемся, я тебя умоляю Вон туда мы идем Пойдем Мне всегда было интересно, что там Я уже все забыла В общем, только что был просто дикий угар Я снимала в сториз Говорила о том, какая хорошая погода Все такое Я вам сейчас ее покажу Тоже здесь Я ее выставила в инстаграм Но чтобы она тоже тут была Ты что, хочешь муку поставить на свою Где ты ходишь? Нет, ну теперь хочу Я же там отхожу, как лесгинка Короче, я снимаю себя К Карине подходит девочка Ну, видимо, девочка увидела сначала Карину Она с нами потом вместе сфоткалась Но она к ней подходит И, видимо, прям бежит на нее обниматься С ней еще что-то И Карина очень смешно от нее Типа отбежала Чтобы та девочка, ну, не обнимала ее Потому что, мало ли, ну, надо тоже держать дистанцию И посмотрите, как смешно Карина отбежала Девочки, мы плакали просто от смеха сейчас Мы все еще продолжаем гулять Я пью свой лип там Наслаждаюсь погодой Теплыми деньками, которые скоро закончатся Снимаем в блоге Мы сели отдохнуть немножко Ну, я захотела посидеть Не так смешно Ой, хорошо погуляли, моя хорошая И ты, моя хорошая Я имя тебе Не гони Короче, все, Карина привезла меня домой Сейчас я поднимусь домой Переоденусь И еще куча сегодня дел Может быть, пойдем погуляем в парк с Вивьеной Хотя уже погодка немножко портится Но можно и платье надеть Да, так и сделали Пойдем Но вообще, сегодня мне еще нужно купить очень много продуктов Потому что у нас дома ничего не осталось Даже хлебушка свежая Поэтому надо будет поехать Так она маме радуется Мы только что пришли с улицы Там был дождь Ездили в магазин И мама тебе рада Ну все, хорош на полу валяться Ну это тебе не кровать Пойдем, мой пирожочек В общем, я уже переоделась в прижаму В которой я сплю Кстати, из магазина Сода Мода Забыла показать в видосе про вещи Почему-то Мы купили просто огромное количество пакетов с едой Показывать вам не буду Потому что мы очень торопимся У нас там наше состывает Мы сейчас посмотрим одну серию сериала А потом я к вам вернусь Тут очень много вкусняшек Вина Макароны Так что, давайте Вот так выглядит идеальный мой набор Мы в кино не ходим Мы только наше там покупаем Я люблю всегда наше с попкорном кушать Прямо вместе Ну и с сырным соусом, понятное дело Так что сейчас будем смотреть О чем мы там смотрим? Четвертую серию Форс-мажор Мы начали смотреть сериал Форс-мажор Потому что Карина нам его порекомендовала И вот, в принципе, нам нравится, интересно Чего ты зеваешь? Я тоже хочу зевать В общем, ребята Рассказываю вам Как мы легли смотреть сериал Вот моя курочка Я так и не встала с кровати Потому что мне очень хорошо лежится И я не понимаю вообще, что за фигня Потому что я нормально уснула В принципе, нормально встала Но сегодня чувствую Чувство у меня такое, что я не выспалась Как будто бы зевала весь день И сейчас как будто хочется одевать Я даже не буду сегодня снимать видео про пресеты Но это ничего страшного Я завтра просто сниму Вот, просто Просто у меня будет меньше времени на монтаж Вот, сейчас мне нужно пойти Смыть косметику Я заказала еду Хотя мы были в продуктовом Мы купили очень много продуктов Просто кучу Всякого-всякого Но мне безумно неохота готовить Я реально очень что-то устала Сегодня нагулялась Сегодня день неблаговолит мне На очень много активностей В плане хочется реально лежать Вот А еще нужно поменять постельное белье Смыть косметику Смонтировать этот влог Я не жалуюсь Просто лежать так хорошо Вот Ну, в принципе, на самом деле Надо просто встать Слава смог это сделать Мне кажется, час назад А я все это время лежу просто в инстаграме Сижу Читаю там директ Что еще Смотрю всякие постики Сторисы смотрю Джамашимачка Так что вот А еще я вам во влоге не показывала Что у нас робот-пылесос появился Это просто шок Я просто в полнейшем восторге От нашего робота-пылесоса От Xiaomi Не знаю, правильно я говорю или нет Он стоил 35 тысяч Хотя я без понятия, почему у него такая цена Потому что я знаю, что за 25 тысяч, по-моему, есть тоже Ну, этого бренда пылесосы И с влажной уборкой, и с сухой Но этот, короче, какой-то, типа, супер продвинутый Хотя, фиг пойми, я в этом не разбираюсь Но я подумала, ладно Он мне просто очень сильно по цвету понравился Ну, короче, просто рассказываю, вдруг кому интересно Я редко делаю такие покупки Поэтому редко хочется Ну, метка сразу хорошая, чтобы дольше прослужила Хотя, конечно, это не гарантия То, что он там дороже стоит Вот, ну, мне он просто... Просто он мне безумно нравится дизайном А еще я каждый день думаю о том, чтобы продать вот эту кровать На которой я сейчас лежу И вообще поменять мебель в доме Поменять обои Я очень сильно хочу этим заняться Но просто этим нужно заняться Мне не то чтобы лень Просто хочется, чтобы кто-то все это сделал за меня Мне нужна помощница На самом деле нужно просто позвонить человеку Который менял обои у нас в гостиной Поехать выбрать обои Купить 100 крылонов, сколько он скажет На эту комнату И все Реально все И просто вызвать его И он это сделает, мне кажется, за день А еще я хочу поменять телевизор Не знаю по поводу продать этот Может быть просто на дачу его отправить Или не знаю куда Но хочу телевизор побольше Потому что мы здесь постоянно смотрим что-то То есть гостиная у нас просто как Мой рабочий кабинет Очень редко в гостиной происходит какой-то тусинг Например, когда Славин брат к нам в гости приезжает И они там могут играть в PlayStation А так все Там я просто работаю Я хочу там поменять диван Но этот диван черный в гостиной Он идеально подойдет на дачу, в дом Хочу поменять стенку И в принципе все Там больше нет мебели Вот стол меня мой устраивает В принципе В этой комнате я хочу поменять кровать Понятное дело с тумбочками И хочу поменять свой стол За которым я крашусь Мне нравится зеркало, за которым я крашусь Но стол Не знаю видели вы или нет Мне не так давно приходила посылочка от Bonnie Box Кто не в курсе что это Это всякие удобные хранения для косметики Для аксессуаров Еще какой-то фигни Вот И ну реально очень классная тема Я в сторис показывала Во влоге тоже кстати показывала Предыдущему вроде бы Вот я просто не все показала И вот то что я заказала с Bonnie Box Очень много всяких приколюх Которые должны быть в столе Типа для хранения каких-то там Румян, типа еще что-то А у меня все это не подходит по размеру в стол Поэтому там где должны храниться румяна У меня помады какого-то черта Лежат горизонтально И все это потому что у меня неглубокий стол Невысокая вот эта вот тумбочка Ну короче Не нравится Вот не нравится Очень мало места для косметики Для моей повседневной косметики Я и так постоянно Все чем я не пользуюсь Ну либо редко пользуюсь Убираю в другое место Чтобы мне не мешало Но это неудобно Кошмар Хочу стол поменять И я в принципе думаю Что вполне себе реально это сделать Хотя я бы конечно тут все поменяла Но это слишком геморно Я кстати думала над тем Чтобы дизайнера найти Чтобы он сделал полностью дизайн хаты А мебель и обои Все это менять просто постепенно По мере возможности Как будут появляться деньги на все такое Вот Но на самом деле я понимаю Что это не так уж и дорого Если делать одну комнату Мне тут не все менять надо Мне надо поменять кровать Вот эта кровать Она стоила по-моему дофига вообще Я могу ошибаться Но что-то типа около 60 Она очень типа классная Ну и с тумбочками наверное Она вместе шла Но чем она мне не нравится Спростивой Она очень много места занимает Из-за своей спинки Потому что спинка там вот так вот Втыкается в стену А потом пространство короче Остается свободное В общем тупизна И она уже начала обдираться И не то чтобы это прям Ну да Мне это не нравится Кровати 5 лет И в принципе можно отбить ее по-новому Да Найти компанию Фирму которая занимается просто обивкой И вообще проблема решена Поэтому я не хочу продавать эту кровать Я тоже хотела бы отправить ее на дачу В дом Куда все равно понадобится кровать Почему не хочу ее продавать Потому что ее можно просто заново отбить Но я хочу поменять кровать Не хочу эту Потому что она занимает много места Я хочу вот эту Не полку Это вообще какая-то чушь Которую я сама соорудила Из двух каких-то столиков из Икеи Посмотрите Просто тут не очень много пространства Места И если бы здесь была вот такая вот штука То тут бы вообще было мало места Поэтому пришлось Вот мне нужно что-то такое Ребят Если знаете Что-то классное Какие-то вот такие штучки худенькие Пожалуйста Скиньте какие-нибудь ссылки Или напишите где посмотреть Потому что меня это безумно бесит Это и не Ни комод никакой И короче не пойми что Меня это прям дико раздражает Хотя в принципе стоит в тему Ну короче вот А вот пространство Про которое я говорила Что вот из-за этой спинки Получается еще сколько-то там сантиметров Ну уходит А мне такое не надо Ну и короче хочется Какого-то минимализма Каких-то перемен Так что вот такие дела Ладно будем смывать макияж А еще кстати у нас со Славой Теперь есть ирригаторы Один его, один мой Это его Они одинаковые Но мы их различаем Короче Ирригаторы Это тема Чистить зубы тоже Там напор воды Плещет И я когда начала это делать У меня потом десна кровоточили Едко У меня просто десна Очень слабое место Скажем так И это в принципе было ожидаемо Но я просто не думала Что тут настолько жесткий напор Я стараюсь не попадать на десна Но все равно попадаю Короче Снимаем макияж Сейчас вам покажу Свою вечернюю рутину У меня появились маленькие болячечки Они не просто так появились Я знаю Что они сулят Надвигающуюся буру В женском организме Вот я не отчаиваюсь Сначала я беру мицеллярную воду От Simple Beauty Посмотрите Я вам в видосе Хоу 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 Говорила Что у меня очень мало осталось Это правда И сейчас я вам покажу На блог Как я все это делаю Снимаю косметику Всегда мицеллярной водой Раньше у меня тоже были мицеллярки И Я это самое Пользовалась ими А потом как-то забила Они мне надоели Я короче Постоянно пользовалась Вот этой Чепухой Всегда Всегда Я ей пользовалась Они у меня до сих пор хранятся Но я их уже не покупаю Потому что я уже так лицо не очищаю Это так чисто Знаете просто так Я понимаю что та фигня Это просто умывалка Типа это как вот Водой умываешься Вот заодно Эта фигня еще Можно умыться Она настолько не очищает кожу Что я в шоке Так сейчас у меня будет Видно все мои неидеальности У меня был пост Про то что мне помогло От прыщей И в предыдущем видео Да где я показываю вещи Я тоже рассказывала Про эту линейку От доктора Джарт Что именно благодаря этой линейке У меня кожа стала сейчас Такой какая она есть Да она не идеальна Но если говорить про вот это Вот это Ну вот это короче Это у меня Какие-то вообще простудные Заразы выскочили Которых очень долго не было У меня реально никаких новеньких Этих уродцев Не появлялась Все это короче у меня выскочило Как раз когда я начала Хвалить свою кожу Но на самом деле Я просто знаю Что это не просто так У меня все выскочило Вот брови у меня конечно угар Их можно вниз зачесать Они настолько сейчас поддаются Любому давлению Что они вообще Они очень угарные Как волосы на голове Мокрые выглядят У меня так никогда Брови не выглядели Ужас Скорее наверх Как было Вот И так в принципе Ну лоб нормальный у меня Ну как бы да Покраснения какие-то есть Да кожа не идеальная Я с вами согласна Но блин Вы просто не видели Что со мной было На камере все равно Жеще выглядит В жизни не так жестко Так что да Когда-нибудь попозже Я вам покажу Что было с моей кожей Но только тогда Когда будет вообще результат Мне надо просто чистки поделать Хотя я безумно Этого боюсь Но надо Сейчас я буду умываться Вот этой штучкой Доктор Джард Пенка Следующий мой этап Это тоник Не знаю интересно вам Это или нет Я это недавно В видео рассказывала Свою вот эту рутину Но вдруг вы мне не верите Короче Из того что мне Очень не нравится Сейчас с моей кожей Что мне мешает Реально мешает Портит всю картину Очень сильно Это даже не эта часть Тут считайте Просто покраснение У меня там есть Какая-то чепуха Но она Как бы не жесткая Это вот это Ну я думаю Это прям завтра уже пройдет Но вот это Это прям какая-то Вообще фигня Так что вот Тонизирую кожу И следующий мой этап Это крем А еще кстати Я вам покажу Один крем Под глаза Тоже от Dr.Jart Я им тоже пользуюсь Очень приятный Так Вот такой вот крем Тоже от Dr.Jart Под глаза Чуть-чуть его вот так вот делаю Вот так Конечно с ногтями такими Не очень удобно Но Куда деваться И вот так вот Вот такой очень Очень нежный Кремчик такой Прям Если что Я не сильно давлю Не думайте Что я там себе Кожу растягиваю Так что вот Такая вот я редиска Ничего с этим не пооделаешь А еще Когда сижу за этим столиком Хочу чтобы у меня был Классный пуфик Знаете такое А не табуретка Ну я Я уже много раз Хотела купить сюда Такой стул Типа прикольный Знаете Как на картинках В интернете Ну вот сейчас я его возьму А потом я захочу Здесь что-то поменять Взять другой стол Ну и тупо будет Поэтому нужно Начинать двигаться Я вчера Сидела Что-то вечером Начала смотреть Картинки в интернете Не картинки А кровати Всякую такую феню Хочется О А вот и еда Я салат не подняла Короче говоря Мне уже пришла Доставка еды Поэтому я сейчас буду Не кушать Я пока не хочу кушать Попозже поем А сейчас пойду Монтировать этот влог Надеюсь, что он вам понравился Надеюсь, что я ничего Не забыла вам рассказать Будьте счастливы Здоровы И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok